Добрый день дорогие друзья! Уже совсем скоро начнется четвертый международный ТАСОВСКИЙ конгресс и как известно он пройдет онлайн. И то, что мы для вас готовили, для наших зрителей, для наших участников, деликатов, докладчиков, оно как бы немножко остается за кадром. И мы сегодня хотели бы вас познакомить со всей работой конгресса. Чем наполняется внутренняя ее часть? То, что вы сегодня увидите в 11 часов, это будет уже реализация. А из чего это наполнено, я бы хотела сейчас вам немного рассказать. У нас наши ролики многочисленные идут по всему этажу, который ведет к залу Петр Первый. Именно там начнется международный ТАСОВСКИЙ конгресс, который посвящен, как вы знаете, дню основания ТАСОВСКИЙ общества. И мы с вами сегодня юбилейную дату празднуем ТАСОВСКИЙ общества. Вот здесь у нас, конечно, приготовлена прежде всего регистрация, куда должны были прийти все наши делегаты. С чем это связано? Какая работа? У нас есть регистрационные листы. Очень много участников зарегистрировалось на конгресс, но, к сожалению, не смогли подъехать. Но, тем не менее, мы всех приветствуем и мы говорим с вами о том, что мы вас ждем. Каждый докладчик, который сегодня будет выступать перед вами из зарубежных стран, из Российской Федерации, получает вот такой сертификат докладчика. Те, которые сегодня будут в нашем зале, они его получат лично. А всем докладчикам, которые будут онлайн, мы сертификат отправим по электронной почте в электронном варианте. Книга отзывов с нами переходит от конгресса в конгресс, и люди там пишут свои мнения, впечатления, поздравления. И для нас это очень и очень важно. Посмотрите, значит, у нас в холле, при входе в главный зал, у нас расположена книжная экспедиция. Это проект новый для Тасовского конгресса. Он обусловлен тем, что стали обращаться издатели с тем, чтобы свои книги, свои новые издания представить делегатам конгресса. Наши коллеги из Украины отправили нам сборники, очень интересные. Это книга «Указание пути» Джаджа. В прекрасном исполнении она вот в таком. И я думаю, что она порадует не только участников конгресса, но всех тех, кто интересуется эзотерическими Тасовскими трудами. Также у нас издательство «Амрита Русь» вот такой вот сборник подготовила вместе, совместно с издательством «Колокол. Город Кемерово». Это тот же Джадж, это сборник его статей. «Тайная доктрина Елены Петровны Блаватской». Книга уникальна, это Версебургская рукопись 1885 года и 1886 года. В этот период было запечатлено. И вот издатели нам издали, чем нам очень радует. «Теософия в Кабале» также представлена здесь у нас на Теософском конгрессе. Очень интересные символы рассказаны, это очень впечатляет. Мы с вами, конечно, подойдем к главному труду, который представлен сегодня в книжной экспедиции. Это коллекционная книга, двухтомник, новая, которая выпущена совершенно недавно. Международным издательством «Звезды гор» — это «Тайная доктрина». Конечно, хотелось бы вам показать, какое потрясающее издание. Это мягкая виниловая обложка. Посмотрите, какая бумага, посмотрите, какой шрифт. Это действительно настоящее коллекционное издание двух томов «Тайная доктрина» Елены Петровны Блаватской. Первый и второй том. Замечательно то, что этих два тома, подготовленные издательством «Звезды гор», это в соответствии Рижскому изданию 1937 года. А вы все знаете, что это издание, книги «Тайная доктрина» подготовила сама Елена Ивановна Рерих. И вот это для нас также было важно и замечательно. Уникальная книга Владимира Анатольевича Баканова «Вечность. Время богов». Уникальная система разработки метод и система изучения «Тайной доктрины» Елены Петровны Блаватской. Это авторские тексты. Здесь множество схем, таблиц. В конце представлено все вот в таком вот красочно-цветном варианте. Книга очень ценная и для познавания, изучения «Тайной доктрины», конечно, она для всех будет очень полезной. Мы очень рады, что на выставке мы представляем ее. Отдельно я, конечно, бы хотела сказать по поводу издательства «Альбатрос». Все вы знаете, что международное теософское издание «Альбатрос» открыто совершенно недавно. Над реализацией этого проекта работали теософы Индии, Филиппин, России. И вот уже первые экземпляры журналов у нас изданы. Первый журнал, который вышел в издательстве «Альбатрос», в международном теософском издательстве, это журнал «Теософский вектор». Он не только в электронном варианте, он напечатанный в прекрасной полиграфии, вот с таким замечательным дизайном. Издательская редколлегия, туда вошли Люк, Майкл, Айронсайт, это наш партнер из Филиппин, теософ, Диана Крецу, Ольга Исаева, Александр Кулешов и Валерия Крецу. Эта команда работала над тем, чтобы собрать доклады теософов и ученых со всего мира. Хочу сказать, что такой журнал уникален чем? Впервые в одном сборнике мы можем посмотреть и прочитать доклады, посвященные теософии и теософским трудам не только российских теософов и ученых, но и зарубежных. Этот журнал издан на русском языке и на английском языке. Вот таких вот два варианта. Конечно, когда мы надеемся, что следующий конгресс 2021 года в Сочи будет реальный, оффлайн, и вы все сможете купить эти журналы. Также издательством «Альбатрос» подготовлен сборник стихов участников поэтического конкурса, посвященный Елене Петровне Блаватской 2019 года. Он также есть, конечно, в электронном варианте. Здесь все стихи собраны. Здесь вы можете познакомиться с победителем этого конкурса. Вот такой вот небольшой сборник, масса стихов там. Также издан альбом. Альбом участников художественной выставки. Это те самые художники, которые принимали участие в 2019 году. Всех их картин, собранных в одном сборнике, можно ознакомиться, посмотреть, сколько у нас глубоких картин, многообразий, окрасок и детские работы в этом сборнике представлены. В этом сборнике представлены также скульптуры. Это выставка работ 2019 года. И также с этим уникальным камнем Мандала Калачакры в исполнении Виктора Тузлукова, нашего Теософа, который сейчас живет в Таиланде. Вот такой вот прекрасный сборник. Особая тема – это журналы Конгресса. Так получилось, что по итогам каждого Конгресса, а уже прошло у нас три, вы все знаете, три года подряд эти Конгрессы были в Санкт-Петербурге, мы издавали журналы по итогам первого Международного Теософского Конгресса, сборник уникальных материалов, докладов всех участников. Круглый стол, весь ход событий, интервью. То есть все, с чем было наполнено в то время Конгресс, запечатлелся в издании этом. Далее журнал по итогам второго Международного Теософского Конгресса в Санкт-Петербург, конечно, продолжает в таком же формате изложение всего хода Конгресса. И наша гордость – это журнал по итогам работы Третьего Международного Теософского Конгресса, уже издательство «Альбатрос» это издало, этот журнал. Здесь уникальные материалы, не только докладчиков, которые были представлены по Теософским трудам, но особо я бы хотела бы отметить – это круглый стол. На круглом столе были запечатлены, переведены и изданы в этом журнале весь расклад первой станции «Дзиан», второй шлаки. Очень интересный научно-исследовательский материал. Особое внимание на всей выставке книжной экспедиции, конечно, это издание «Калача Крытантры». Известный синолог, специалист по тибетской культуре Велина Санжирина Дылыкова-Парфианович издала уже третью книгу, первую, вторую и третью. Это перевод и расшифровка священных тибетских текстов. Вот если вы посмотрите на эту третью книгу, мы ее очень долго ждали, посмотрите, какой объем. Эта книга в три раза больше, чем вторая книга. Здесь, конечно, не только очень много тибетских терминов, словарей. Это глоссари. Это также уникальная расшифровка тибетских текстов, которые впервые выданы в мир. Это научное издание. И, конечно, это подвиг Велина Санжирина Дылыкова-Парфианович, который останется надолго для тех исследователей, которые стремятся познать эту истину. Вот такая книга, она будет представлена тоже на книжной экспедиции. Сегодня здесь подготовлены также подарки нашим победителям конкурсов. У нас несколько победителей художественного конкурса. Это потому что возрастная категория дети. Для детей, конечно, особый подарок. Совсем интересный и другой, помимо Калачакры-тантры, которую мы дарим всем остальным победителям. Вот такой вот набор. Конечно, победители получают диплом. Пока это в секрете. И имена победителей будут впервые услышаны на церемонии награждения. Калачакра-тантра ждет своих победителей. Мы, конечно, отправим все по почте каждому. И мы заранее всех поздравляем. А теперь мы заходим в главный зал, где и будет проходить главное действие 4-го международного Теосовского конгресса. И вот мы заходим в этот зал, который подготовлен всем делегатами и участникам конгресса. Пусть сейчас их нет. Но и вы в основном все присутствуете онлайн. Но, тем не менее, посмотрите, все подготовлено так, как будто вы сейчас зайдете в главный зал Петр Первый, Воронежский городской центр Рамада-Плаза. И, конечно, нас встречает первое, что бросается в глаза, это выставка. Выставка наших прекрасных художников. Вы знаете, в этом году было представлено свыше 200 картин на конкурс. Это очень большой объем. 100 картин прошли первый отбор, второй этап. И только 56 лучших авторских работ представлено на выставке Международного Теосовского конгресса. Здесь возрастная категория и взрослые. И что особо радует эта возрастная категория – дети, которые третий сезон рисуют картины. Вот это многообразие стиля, детских работ, красок, и в то же самое время поражает глубиной понимания той темы, с которой они работают. А эта тема Теосовская, это очень сложная тема. Тема сегодняшнего конгресса – космогенезис, антропогенезис, теогенезис. Но, тем не менее, дети свободно владеют этим в своем выражении творчества. Посмотрите, какое многообразие картин. Конечно, мы сейчас вам в период подготовки не покажем, какая картина победила. Это секрет. И мы двигаемся с вами к выставке Алексея Леонова, который представил сегодня свои скульптуры. Это скульптуры из выставки «Светочи человечества». Мы здесь видим многие имена, которые вложили свой труд в эволюцию человеческого сознания. Это и Лев Толстой, это и Сократ, это Аполлонитианский и так далее, и так далее. И, конечно, Елена Петровна Балавацкая. Мы также видим большие скульптуры Елены Ивановны Рерих, Николая Константиновича Рериха. И центральная – это Елена Петровна Балавацкая, которая вершает. И она есть, как вы знаете, основатель теосовского общества. И, конечно, это главный герой всего международного теосовского движения. Алексей Леонов – человек уже знаменитый в художественном мире. Этот человек – автор памятников Гагарину, Ломоносову, Циолковскому. Бюст Елены Петровны Балавацкой находится в штаб-квартире Адьяр в Чинае. Также в ассоциации ООН в Нью-Йорке находится Бюст Балавацкая в исполнении скульптора Алексея Леонова. И мы очень рады с ним сотрудничать. И каждый год он радует нас своими скульптурами. Мы продолжаем и смотрим выставку всех этих прекрасных 56 работ. И вот главная площадка, откуда будет идти трансляция. Огромный экран, на котором вы увидите всех докладчиков, все презентации, которые будут там. Если вы посмотрите, то надписи на столах, конечно, это некая навигация для докладчиков, кто мог бы прийти в этот зал и остаться здесь с нами. Но такова ситуация, таковы условия, что мы с вами будем онлайн. И тем не менее, такое ощущение, что все докладчики здесь сидят и работают уже вместе с нами, потому что совсем скоро это все начнется. У нас в зале несколько плазм, которые по стенам этого большого зала. И здесь они будут транслировать главный экран. На главном экране будет весь главный ход событий. Это докладчики, это то, что наполняет Конгресс. Это презентация Калачакры Тантры, книги. Это круглый стол. Тайная доктрина, книга третьего тысячелетия, второй день. Это церемония награждения и так далее. Здесь представлена не только авторская трибуна, которая специально для Конгресса установлена. Я бы хотела особое внимание обратить на новый портрет Елены Петровны Блаватской. Цветную компьютерную графику делал наш партнер из Испании. И вот он нам подарил, так сказать, этот экземпляр. И этот портрет был напечатан на холсте. Рамка выполнена. Это ручная работа. Это главные символы Теосовские. То, что, вы знаете, в печати Елены Петровны Блаватской содержит этот символ тетраграмматона, шестилучевая звезда, где два треугольника переплетены. Каждая была вырезана отдельная деталь. Белый цвет, я думаю, что вы все знаете, что это цвет чистоты, начало и завершение одновременно. Все начинается с этого белого цвета. И, конечно, он обрамляет прекрасный портрет Елены Петровны. Вот такая живая композиция, которая сегодня будет наблюдать за всем ходом Конгресса. И здесь у нас на экране и на плазмах будет несколько подключений. У нас сегодня переводчики работают в зуме. У нас англоязычные попадают в канал Ютуба и слышат английский перевод. Русскоязычные попадают в канал Ютуба, где идет прямая трансляция и слышат только русский перевод. Вот так технически очень многообразно, очень сложно было готовить этот Конгресс. У нас только к зуму подключены три компьютера, к звуку два компьютера, к прямой трансляции два компьютера и так далее. Соединить это все, это очень сложно. Я хотела бы заметить, что это первый опыт такого взаимодействия. И я хотела бы еще остановиться на таком моменте. Вы все знаете, что в январе 2020 года прошел и был реализован глобальный проект «Конкурс городов России» на право проведения Международного Теосовского Конгресса. Что это значит? Во-первых, такого социального опыта или опыта взаимодействия Теосова в социуме не было никогда. В заявке городов Российской Федерации были более 15 городов. Девять вошли в финал, которые боролись за право проведения Конгресса. В период Конгресса были разработаны уникальные методические материалы и документы. Была разработана критерия оценки. В финале положения Конкурса городов России был создан экспертный совет из восьми лож Теосовского общества России. В финал вошли девять городов и победил город Воронеж. Поэтому мы здесь. 2020 год мы проводим Международный Теосовский Конгресс в городе победителей Воронежа. В 2021 это Сочи, в 2022 это Нижний Новгород и в 2023 год седьмой Теосовский Конгресс будет в городе на Семи Холмах. Это Москва. Дорогие друзья, совсем скоро мы начинаем. Сейчас уже у нас начинается технический тест, репетиции. Мы с вами не прощаемся. Ждем вас в 11 часов. Всего доброго. Удачи всем. Будем с вами все вместе на связи в такой знаменательный день.